Поздней ночью я проезжал на машине по Великолугской и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны. Стояли эти звоны на бугре над глухим и, очевидно, очень глубоким озером. Дело было к вечеру. Небо уже померкло, но в окнах домов еще отражался желтоватый холодный закат. Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Апочку. Среди города шумела и пенилась река Великая. Я остановился в Апочицкой гостинице, и была у меня в этой гостинице мимолетная и интересная встреча. В гостинице только что окончился ремонт, и потому все было забрызгано и звездкой, даже электрические лампочки под потолком. Через час после приезда я встретился в прихожей гостинице с низеньким седым человеком в потертым пальто. Старик этот, оказывается, уже знал, что я приехал из Москвы. Он остановил меня и спросил, когда в последний раз вы были в Большом зале консерватории? Я была задачен этим вопросом, но ответил, что был месяц назад на концерте пианиста Святослава Рихтера. — Суть в том, — сказал старик, — что я окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Когда вернетесь в Москву, поклонитесь от меня Большому залу консерватории и нашему знаменитому органу. Очень прошу вас. — А вы давно были в Москве? — Семь лет назад, — ответил композитор и тут же спросил, — интересовались ли вы, сколько в Великолугской области пианино и роялий в так называемых сельских местностях, в колхозных клубах и таких городках, как эта благословенная опочка? Я снова был озадачен и ответил, что нет, этим вопросом я не интересовался. — Вот видите, — горестно воскликнул композитор, — а их до безобразия мало. В прихожую вошел человек в ватнике. От него сильно несло бензином. Должно быть, это был шофер. — Папаш, — сказал он композитору, — пойдемте в столовую пообедаем. Я сегодня при деньгах. Заправимся под самую пробку. — Спасибо, голубчик, но у меня через два часа концерт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу. Композитор повернулся ко мне. — Семь лет! — воскликнул он и взял меня за рука в пальто. За семь лет я объехал весь север, а теперь объезжаю Великолугскую область. Я даю концерты поселам и маленьким городам. Я мог бы жить в Москве и даже, может быть, преуспевал бы, как многие мои товарищи. Человек я одинокий, мне немного надо. Как сказал некий поэт, — только корку хлеба, кружку молока, да вот это небо, эти облака. Но я, как видите, предпочитаю скитаться по городам и весям и давать концерты. По существу за гроши. Но не в этом суть. Вы не можете представить себе, как народ тянется к музыке. Особенно молодежь. И как люди благодарны за музыку. Ради этого стоит походить в поношенном пальто. — На дорогу и то, небось, не хватает, — заметил шофер. — Не было еще случая, — гордо ответил старик, — чтобы меня не перевезли бесплатно из одного места в другое. — Я композитор, но сейчас я выступаю как пианист. Это справедливо. — Почему? — спросил я. — Суть заключается в том, — ответил композитор, — чтобы правильно наметить себе ту наибольшую меру прекрасного, которую вы можете передать людям. Вы понимаете меня? Моим собственным музыкальным вещам далеко до Моцарта или Чайковского, Мусоргского или Шостаковича. Поэтому я предпочитаю увеличить степень своей полезности для народа и лучше играть чужие вещи, чем сочинять свои. — Точно, — сказал шофер. — Я вот шофер третьего класса. Так я на ЗИС-110 за руль не сяду. Могу запороть машину. — Погоди, Захар Иванович, — перебил композитор. — Что такое я, как композитор? — Простая мелодия. Без исполинского порыва ввысь, без страсти. А в наше время прежде всего нужно воспитывать большие человеческие чувства. Прежде всего. Поэтому я и стал пианистом, исполнителем бессмертных вещей. Некий поэт сказал, этот листок, что из сох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. В этом суть, дорогой товарищ. Композитор помолчал, как бы прислушиваясь к отдаленному звуку. Потом сказал. — Я неясно говорю. Плохая привычка. Мне приходится подчас быть не только пианистом, но и настройщиком. И даже музыкальным мастером. На днях был такой случай. И есть здесь поблизости деревушка Звоны. Да-да, чудесная деревня. Над озером. И вот, оказывается, в этих звонах у тамошней сельской учительницы стоит в домишке рояль. Остался ей в наследство от старушки-предшественницы. Как он попал к этой старушке, никто толком не знает. Замечательный инструмент. Но на нем было восемь немых клавиш. Пришлось мне самому их чинить. Правда, провозился я с ним долго. Но одолел. Звук божественный. Теперь его перевезли в колхозный клуб. Вот так и работаем. Если рассуждать практически, сказал шофер, то вы, Леонид Петрович, вроде как малый ребенок. Как же это можно так неспокойно существовать в вашем преклонном возрасте? А ты не рассуждаю практически. Заметил композитор и показал глазами на дежурную по гостинице коротконогую женщину с выпуклыми глазами и поджатым ртом. Она сидела за перегородкой и щелкала на счетах. Таких вот практически рассуждающих развелось, как капустный тли. Ты лучше на концерт бы пришел. А как же, ответил шофер, вы без меня, Леонид Петрович, пока ни одного концерта в опочке не давали. Композитор попрощался и вышел. — Кто этот человек? — спросил я дежурную. — Сами не видите, что ли? — грубо ответила она и передернула плечами. — Побирается за счет музыки. Только и знает, что нарушать правила внутреннего распорядка. То поет, то приведет мальчишек из ремесленного и учит их в номере играть на гитаре. А у нас люди стоят солидные, командировшные. Выселить его следует за это. К ночи задул над опочкой сумрачный северный ветер, нагнал тучи. Порывами налетал дождь, бил твердыми каплями в оконные стекла, смывал с них и звездку. Темнота залегла так густо, что даже яркие фонари на пустынных улицах не могли отодвинуть ее за пределы города. Так она и пролежала над опочкой до водянистого и холодного рассвета. Среди ночи я проснулся. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Тусклые тени от веток беспорядочно шевелились на стене над моей головой. Я лежал и вспоминал о старом композиторе. Как ему должно быть одиноко в чужом городе в такие вот окаянные ночи. За дверью кто-то прошел. Застучал медный стержень рукомойника, висевшего в коридоре. Заплескалась вода. И человек, умываясь, запел в полголоса. Пусть плачет и стонет осенний вьюга, и волны потока угрюмо шумят. Тотчас тяжело заскрипела лестница. Кто-то вошел в коридор, и я услышал сварливый голос дежурной. — Прекратите безобразие! Из чего придумали петь по ночам? — Молилась ли ты на ночь, Достимона? — раздалось в ответ таким свистящим шепотом и с такой наигранной свирепой угрозой, что дежурная, что-то бормоча о правилах внутреннего распорядка быстро ушла. А композитор, я узнал его голос, совершенно по-мальчишески рассмеялся ей вслед. Я тоже рассмеялся у себя в номере. И я понял, что никакие неприютные ночи и никакие бездушные люди не смогут смутить этого чистого сердцем и веселого человека. Утром я уезжал из опочки в Псков. По пути я заехал в Пушкинские горы на могилу поэта. Как всегда, поздней осенью там было безлюдно и тихо. С могильного холма виднелись сизые дали, тронутые последней позолотой. На могиле около простого белого памятника с надписью «Александр Сергеевич Пушкин» я никого не застал. Только через час пришло несколько цыган и цыганок. Табор их я видел невдалеке от Пушкинских гор. Цыгане сели на землю около могилы, о чем-то тихо посоветовались между собой, и едва слышно запели протяжную и печальную цыганскую песню. Не пела только одна молодая цыганка. На ее плечи была накинута нарядная шелковая шаль. Женщина тоже сидела на земле и перебирала палые листья. Потом она встряхнула головой, вынула из черных гладких волос алую бумажную розу, бросила ее к подножию памятника Пушкину и улыбнулась, сверкнув влажными зубами. Цыганская песня все лилась, как приглушенный звон. Я вспомнил композитора в опочке, и в сознании у меня возникла вдруг какая-то смутная связь между протяжным напевом и звуками рояля в самых глухих, самых отдаленных углах страны, во всех этих звонах, горячих станах, сосенках и каменных гривах. Цыгане встали и начали спускаться по выветренной каменной лестнице с могильного холма. Молодая цыганка ушла, последней. Она постояла около могилы, потом обернулась ко мне, сказала хрепловатым голосом, «Я бы тебе, дорогой, спела, черную шаль, да нельзя, горло сильно болит». Легко повернулась и ушла вслед за цыганами. Я остался. Короткий, как мимолетная улыбка, день быстро иссякал, сливая все краски осени в один угрюмый серый цвет. В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек, с их почерневшим серебром старых берез и стелющегося дыма. И почему-то мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok